МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...массовым представлением триумф перамоги и реконструкцией одного започных бою Великой Чыны Войны. При этом расисты проходят одночасово во всех районах города. А в самом важном и интересном в материале Олега Синтюрова. Есть свято, которые нельзя начать только по так называемых круглых датах. День перамоги, именно такое свято. 71-е годовина, 9 мая 2016 года. 9 мая – день нашей военной славы и гонору. А дать Данину Паваги, здействованному подвигу, у Гомеля сегодня собрались больше 8 тысяч человек. Терут у Деньку, урочистого шестя, керавництва в области города, простанки прославных коллективов и войсковых формирований у ветерана Великой Отчины. На жаль, по стане здоровья, первоважная большинство у Деньку войны зараз як минимум 90-х годов. Стать у святочную колонну с доли линии Усем. Кавалер шасси боевых орденов Фёдор Авдеенко на передании Дня Перамоги вернулся со шпиталю. А лень прийти на урочистуюся, кажется, просто не мог, бо и сегодня лечить себе устрои. Номары войсковых подразделений, где закончил бои, памятая так само добра, як и тады у мая 45-го. 34-й гвардейский Вистинское ордено Сувора Кутузова артиллерийский полк, командир взвода разведки полка, лейтенант гвардии лейтенанта Авдеенко Фёдор Самойлович. И 6-я гвардейская Ровенская ордена Ленина Краснознамёрная ордена Суворова дивизии. Двухкилометровый адресок от площади Повстани до площади Ленина, где традиционно проходит святочное шествие, с тяжкостью умещая у всех удейников. День Пирамоги сопродылся народное свято. К ветке словоподяки ветеранам Великой Отчинной и усягульный гонор за наших солдат-пираможцев. Сегодня у Гомельшмат помнят у присвеченных падеем Великой Отчинной, а ле мемориал Вечный Огонь, займаясь арутых бодай центральное место. Менавито сюды пришли у дейники врачистостю, ка падать до ненуповаги героичному минулому. У истории Великой Отчинной Гомель застанется, як опошний город Беларуси, який с долю захопить ворох. На его улице оккупанты трапили только 19-го жнивня 41-го. И еще об одном факте тут узгадываюсь у День Пирамоги. У лепени 41-го, хоть и часова, але Червоная Армия у Першиню вызволила два города Советского Союза – Рогачев и Жлобин. Так починався шлях до Пирамоги. Мы всегда встречаем 9-го мая свой праздник. Но правда нас уже мало осталось, уже когда-нибудь мы станем реликвией, потому что почти никого не осталось. Я своих друзей уже всех похоронил, остался один я. 90-то годов мне сейчас. Выставы техники и мастер-классы, демонстрация военной сброи и массовое свято «Триумф Пирамоги» Программа различена на людей у всех взрослых и самых розных густов. Хоть шмат, кто пришел не только не что убачить, але и самим принять у мероприемствах самый непосредный удел. Взяли цветочки, нарезали тюльпанчики. Мы много с собой взяли, и мы каждый цветочек дарили ветеранам, которых встречали на своем пути. Ребенок понял, что это праздник, потому что цветы дарят по праздникам. Вся род центральных падений сегодняшних урочистов, реконструкция одного с боев Великой Отчинной на набережной Ракисош. На некий час это место первоутворилось в один из пригородов Берлина 1945 года. Уденники сражения кажут, что это место ведьми добро подоходить для таких реконструкций. Есть место и для показов, и для глядачов. Это первый опыт такого массового представления у Гомеля, але напоминать теперь уже не опошний. У селяйки мрази, после завершения реконструкции, его организаторы констатуют, все отрымалось. У нас все получилось. Вот, вы знаете, все получилось. Очень приятно, что очень много людей откликнулось. И я такого скопления, по-моему, даже не помню, чтобы оно было на набережной. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Парад переможцев отбылся у Гомели. Тысячи же хоров города пройшли палей героев с портретами своих родных, які проймали удел в Великой Ачинной войне. Так само, подчас акции запалили факелы и перемоги, які отправилися во усе районы Гомельской области. На урашистостях побывал Максим Савин. В мае 1945-х советские солдаты переможным маршем дошли до Берлина. Про 71 год их нашатки, унуки и правнуки, вышли на парад переможцев. Как подвиг героев не был забытый. Патриотичная акция «Парад переможцев» стартовала в 2013-м годе. Шестям напереда дня перемоги сегодня обмяжовывается. За этот час акция хопила усе районы в области. Проходили выставки, круглые стали, встречи с ветеранами и многое інше. За каждой из этих фотографий, які несут Гомельчане в своих руках, особистая история войны и подвигу. Як з элементов пазла з них складается подвиг целого народа. Картина эпохи мужностей и боротьбы с захопниками. Гомельчанин Эдуард Олесенко пришел на парад переможцев с унуком Кирилом. Каже, каб хлопчик ведал историю своей семьи и своей родимы. Мать и батька Эдуарда Емельяновича фронтовики. Дарыча на груди хлопчика медали прадеда и прабабки. Самый дорогий з них – медаль за адвагу. На фотографии вы видите, это моя мать и отец. Отец участвовал в войне с 1938 года, в Советско-финской войне, затем прошел всю Отечественную войну. Моя мать тоже участвовала в войне с 1943 года. Она была еще девчонкой, воевала в Первом Белорусском фронте, в Втором Белорусском фронте, дошла до Берлина. Вот правнука медаль ее висит, это завжача Берлина. Перед початком шестя ветераны запалили факел Перамоги. Его огонь будет доставлены у кожный район Гомельской области. Это заходный пункт акции «Факел Перамоги». Финишой она у День незалежности. Акция проходит уже четвертый год за пар. И каждый раз являются новые мероприемства и традиции. Наши активисты посетят воинские захоронения, проведут субботники, встретятся с ветеранами и окажут массу благотворительных дел тем, кто сегодня так нуждается в этой помощи. Завершился шерах мероприемства на аллее героев акции «Гомель памятая». С запаленных лампадах гомельшане склали фразу «Нихто не забытый». Это не только подяка за подвиг, а лена каз самим сабе. Каб гисторая не полторалася, я ей треба памятать. Максим Савин, Яуген Макеенко, телерадоя компания «Гомель». Ни один удельник Великой Шины Войны не повинит застаться без уваги. Подарунки, кветки и слова подяки от простонников лады региона в этой дне отрымливают гомельшанки, які в свой час наближали дату Великой Перамоги. Подрабязнасти у Ганы Ковалевой. Яугения Нестерова-Бабарыкина на Дальний-Всходний фронт трапила, коли ее было усяху 17 годов. В составе пяхотного полка пройшла десятки километров, затем працавала машинисткой. Зараз ей 92 годы. Кажа, военный час покинул отбиток на здоровье, а вось память и до этого часу бездакорно заховывая усе, навод самые дробные детали того часу. Служила на Дальнем Востоке, с японцами воевали. Ну вот, это такая радость была. Все мы выскочили, так радовались. Выскочили из этих землянок, и так радовались. Война кончилась, кончилась война. С подарунками, кветками и словами «падяки» на передо дни дня перемоги Явгеню Нестеровну пришли повиншовать помощник президента Александр Турчин, наместник старшини Гомельского облаканкама Владимир Прывалов и старшиня комитета по праце, занятости и социальной обороне насельництва облаканкама Петр Савицкий. Присустречи, истории минулого, старые фотографии и эмоции, як радостные, так и крыхусумные. Дарыча память об героичным минулом Явгене Нестеровны, зараз заховывая орден Айчынной войны. У тяжким 44-м Яна сустрыла своего мужа, так само военнага. После 45-го Яны разом протягнули здесь нять подвиги уже на ниве мирной працы. Яна на фабрице «Спартак» и он на будовництве таких объектов, як химичные, литейные заводы, саугазбяроски и навод телевизийная вышка. Я считаю, что с такими людьми необходимы встречи нашей молодежи, чтобы они действительно из первых уст услышали, почувствовали, какова была жизнь. Мы благодарны этим людям за то, что они на сегодняшний день сделали для нас. Вот встречая нас, воочию рассказывая то, что было, то, что она сама пережила. Свою историю життя у гэтый день распевала и любовь Алексею Нанятупская, якая так само сустрыла гостей. На фронт яна поишла доброохвотникам, калейей было крыху божь за 20, два годы служила связисткой. Причем у нож капитуляции у Зброенных сил Германии яна была якраз на працанном месте и одной из перших отримала дохачаканную вестку об закончении войны. А как чувства были, когда узнали, что война закончилась? Ну, Господи, радость, конечно, была необыкновенная, что говорить. Радость необыкновенная была. Ну, а в основном, конечно, мы уже предполагали, потому что, собственно, мы же накануне-то связывались, все телеграммы передавали боевых. Почти не было сводок. Причувствовали, во всяком случае, окончание войны, потому что мы самый нерв армии. Связь – это все. Ганна Ковалева, Максим Славин, Игорь Марышенко, Телерадо-компания «Гомель». Телерадо-компания «Гомель» веншой у сих же хоров в области со святом перемоги. Мы жадаем вам мирного неба, счастья и добробыту каждой семьи. А на этом по кулюсе, за разведем падей, сошите по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова